Сейчас встает вопрос, как часто надо тренироваться, какой продолжительности должна быть каждая тренировка. Особо это волнует новичков, тех людей, которые никогда не занимались спортом, они не знают, с чего начать, как начать, сколько им заниматься. Если человек занимается раз в неделю каким-нибудь спортом, час-полтора до двух, то у него как бы идет в организме поддерживающий фон, и нет особого совершенства. Если человек хочет каким-то образом продвинуться, улучшить свою спортивную форму, улучшить результат, улучшить технику, то он должен тренироваться два-три раза в неделю, тоже в продолжительности, от часа до полтора-два. Человек, который уже достаточно серьезно шлифует свое мастерство в лыжах, тренируется 4-5 раз в неделю. Продолжительность тренировок тоже различная, от часа до полутора до дну, даже до трех, длительного характера тренировки, все зависит от конкретной цели каждой тренировки. Итак, для тех, кто начинает заниматься на лыжах, первый раз взяли лыжи и пошли на тренировку. И если это коньковые лыжи, коньковые палки, коньковые ботинки, первые одну-две тренировки надо крайне аккуратно начинать. И продолжительность первых тренировок должна быть минут 40-50. В коньковом ходе идет огромная нагрузка на коленный сустав и стопу. И для тех, у кого эти части стопа и колено не подготовлены к нагрузке, часто бывают болевые ощущения, сводят стопу, боли в колени. Поэтому не надо надрываться на самых первых тренировках, а ограничить себя, хотя вам еще хочется, вам нравится, то есть минут 40-50. Те, кто уже более-менее тянулись к нагрузке и достаточно регулярно, чаще, чем раз в неделю катаются, можно уже тренировки утренять и делать их по времени более продолжительной, час-полтора. Для тех, кто готовится к каким-то специальным соревнованиям, к марафонам, надо делать специальные длительные тренировки, длительного характера. Продолжительность таких длительных тренировок от полутора часов до двух-двух с половинок, а серьезные спортсмены делают даже длительные тренировки по три-три с половиной часа. Обращаю огромное внимание на то, что вот на любую тренировку выезженную надо стараться приносить с собой какой-то термос, пляжечку с питьем, чтобы восполнять запас жидкости, который теряется во время тренировки. Материя жидкости в организме ухудшает самочувствие, и вы не сможете полноценно провести свою тренировку. То есть, когда вы постоянно исполняете это, вы можете тренироваться достаточно долго.